ТТХ Мачете Малыш 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 Замечание именно, что материал рукояти, он все-таки действительно скользкий, она реально скользкая, то есть здесь вот это, наверное, первый нож, в котором я, с учетом смещения баланса в клин, с учетом размеров, с учетом предполагаемой рубки, это первый нож, в котором я сразу скажу, что совершенно не лишним будет темляк. То есть вы продеваете руку в петлю, и у вас тогда просто при какой-то рубящей работе нож не улетает кому-нибудь, какому-нибудь соседу в голову, то есть рукоять действительно скользкая, но при этом она такая приятная на ощупь, красивая очень по рисунку, и мне нравится сама форма, мне очень нравится вот этот изгиб, горбик, легкий такой вот, легкое такое брюшко. Рукоять очень широкая и в меру толстая, очень грамотная. Вот в плане именно удержания, в плане именно вот какого-то вот такого момента, она действительно просто замечательная рукоять. И, скажем, когда мы начинаем, сейчас я развернусь в эту сторону, и когда мы начинаем что-то рубить, то лучше, конечно, держать руку чуть-чуть подальше от режущей кромки, вот ближе сюда. Есть такая вот возможность сразу же за темлячным отверстием. Почему? Потому что, если брать, скажем, вот таким вот хватом, мне кажется, что все-таки уже получается близко у нас указательный палец к режущей кромке. В целом, скажем, мне в принципе, в целом этот нож очень нравится именно своими вот какими-то решениями, своей мощью и непохожестью на традиционное мачете. Хотя клин у нас, конечно, такой кукриобразный, идет такой хороший плавный дроп-поинт, вот сюда вот кончик уходит вниз, и такая действительно вот брюшко, такое, как вот у кукри, просто нет такого изгиба классического. У нас ярко выраженная рекурова, вогнутые спуски на одну треть ширины клинка, напилены долы, в общем, сделано все, чтобы сделать этот клин просто неубиваемым. И при этом, мне кажется, что им можно даже попробовать что-то порезать, сделать какие-то именно, ну, режущие работы, нарезательные работы. Самый спорный для меня момент в этом ноже, это вот эта вот невероятная, острая какая-то, просто нереальная пила по обуху. Она действительно очень острая. И вот первая спорность для меня заключается в том, что если я беру именно близко к режущей кромке, вот так вот руку ставлю, то у меня большой палец автоматически приходится на вот эти вот зубцы пилы. Они действительно, ну, как бы, реально острые. То есть, постоянно этот момент нужно контролировать, постоянно или держать молоточным хватом, или если каким-то вот таким вот полудиагональным хватом, то нужно подальше, конечно, палец держать. Как она будет пилить, не знаю. Посмотрим. Но я могу сразу же сказать, что, во-первых, нахрена вам пилить, если у вас такой вот топор в руках? Зачем вам пила, чтобы что-то вот, ну, в любом случае, вы же понимаете, что пила с такой вот рукоятью, как бы вы долго не запаривались, вам гораздо проще перевернуть и просто перерубить это место. Но, может быть, требуется какая-то тонкая работа, я не знаю. Мне кажется, что может быть какая-то, скажем, работа по костям, но, опять же, работа по костям подразумевает какой-то именно нож с ножевыми какими-то действиями. Здесь конкретный нож-мачете, который предназначен для рубки. Самое обидное, что эта пила реально будет мешать батонить. У вас клин просто располагает к тому, чтобы им батонить, но, скажем, для батонинга нам оставили вот здесь вот место. Здесь, конечно, фальшлезвие идет, которое облегчает укол, но при этом фальшлезвие оставляет нам где-то здесь 3,5 мм вот так вот обуха. То есть, в принципе, по этому месту можно бить. Но и все. Вместо того, чтобы использовать всю длину обуха, мы будем вынуждены калашматить только в это место. То есть, повторюсь, назначение пилы, оно для меня очень спорное. Клин полированный, клин невероятно красивый. Вообще, общее впечатление, даже при вот этой бармалейской пиле, это такой вот реально наш ответ Джону Рэмбо. Это реально такой очень классный, мощный, здоровенный нож. С другой стороны, посмотрите, вот в моей руке, с моей там не очень, не самой крупной комплекцией, это просто большой нож. Ну, это не мочи это, это просто хрязь. Не будем сейчас живую природу портить. Обязательно испортим неживую. Одним словом, куча эмоций, невероятные какие-то вот, знаете, берешь в руку, и тебя прям подпружинивает. Реально хочется сразу бежать и что-нибудь этакое разрушительное творить. Спасибо за просмотр, увидимся на тесте. Я гений, я допер, для чего разрез вот здесь вот сверху в ножнах. Потому что здесь, так как здесь идет сужение, в обычные ножны я бы просто это мачете не вставил. За счет того, что вот это расширение клинка, оно не прошло бы место сужения ножен. А так вставляется вот именно сверху. Ну, что делать? Хорошо, что я хоть додумался. Спасибо.